В субботу прибрежная зона Висагинского озера напоминала большой парк отдыха и развлечений. Так у нас отмечали Международный день защиты детей. Народ стал стекаться сюда уже с утра, хотя официальное открытие праздника с небольшой, но яркой концертной программой состоялось в полдень. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году гостями и участниками праздника стали наши соседи из Латвии. Партнеры по совместному проекту, призванному вовлечь подростков и молодежь группы риска в активную деятельность, приобщить их к спорту и таким образом оградить от пагубного влияния улицы. Этот проект, финансируемый средств ЕС, объединяет 13 самоуправлений Литвы и Латвии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в город приехали 50 человек Долговпилского района и Ладовского края из Сигналины 25. И у нас наших висагинцев 100-150 тут заняты соревнованиях. Но кроме соревнований у нас партнеры-пограничники и пожарники-спасатели организуют разные аттракционы, уже как постоянные наши партнеры. Это и катер, это и кинологи. Так что погода балует, мы договорились с Богом, что будет все в порядке. Говорят, до вечера солнце будет светить. Так что гуляем! А разгуляться уж точно было где. Развлечения были и в воздухе, и на воде, и на суше. И каждый мог успеть испробовать все. Создать маленький шедевр в творческой мастерской. Попытаться надуть самый большой и переливчатый мыльный пузырь. Подняться на пожарной лестнице, как на крылатых качелях. Взмывая выше ели и не ведая преград. Пожарные спасатели проводили еще и эстафеты, в которых с удовольствием участвовали мальчишки. И уж, конечно, множество детей и взрослых с интересом наблюдали за показательными выступлениями пограничников-кинологов, демонстрирующих, на что способны их верные четвероногие любимцы – служебные овчарки. А сколько было желающих прокатиться на пограничном катере, мчащемся по водной глади, разрезая и вспенивая волны. Для кого-то это была первая в жизни прогулка по озерным просторам, оставившая, конечно, незабываемые впечатления. И уж неизвестно, сколько ребят и их родителей прокатились ветерком на катере. Пограничники уже, наверное, со счета сбились. А выстрелившаяся на пирсе очередь все не убывало. Юных смельчаков, пожелавших почувствовать себя настоящими гребцами на лодках-драконах, тоже было предостаточно. Это в программе праздника было заявлено – показательные заплывы. А для них это может соревнования, серьезнее которых еще не было в жизни. Целое событие. Мне очень понравилось, ну, я очень люблю греблю, мне очень понравилось. Это было круто, но сначала было сложно. Это было сложно, но очень классно и весело. Только рука болела чуть-чуть. Ну, мне вообще понравилось, и я обожаю первое июня. Мне очень понравилось, что проводят вот такие мероприятия. В общем, праздник замечательный, да? Да. Мне понравилось, что я... Почувствовала себя спортсменкой? Да. Мне понравилось. Молодцы. Это самый лучший день в моей жизни. Ну, и какой же праздник без угощения? И что может быть вкуснее солдатской каши? В такой-то день на природе у озера, где многие почувствовали себя частью единого целого. Праздник нравится? Очень нравится. Все очень весело, здорово для деток. Кашу покушали, компотик вот и... Поделись впечатлениями своими. Скажем, нравится тебе здесь? Нравится. Соги нас сюда. Что тебе нравится? Тут. Все. Как праздник? Какие впечатления? Мне очень понравился праздник. Я сегодня тоже снимаю видео. И, собственно, мне понравилась вся движуха, которая здесь происходит. Люди очень радостные и довольные. Ну, вот, кушаем сейчас. Так что, супер. Все на самом деле супер. Уже не первый год, только в разных местах. Вот. И поэтому сегодня получили массу удовольствия. Приехали в Сдавгутске тоже посмотреть на ваш праздник. Все очень супер. У нас таких праздников не бывает. Как-то не было, по крайней мере, до этого. Тебе нравится? Спасибо, что я здесь. Спасибо за праздник. Очень супер. Ваши впечатления? Ну, прекрасно. Слов нет. Погода как раз сопутствует. И все. Замечательно. Почаще бы такое. Вам нравится сегодняшний праздник? Да, очень. Все занимаются какими-то своими делами. Есть разные мастерские. Все такие веселые и счастливые. Как вам праздник? Нравится. Приезжие из Вильнюса, вот, всегда приезжаем мы к родителям и с детьми. Посмотреть очень радуется, когда в Висагиносе все собираются. Вы из Латвии. Как вам праздник в Висагиносе? Классно. Хороший. Да, очень солнечно, приятная погода, интересно, много новых друзей завели. Да, выиграли третье место в баскетбол. Сейчас идем выигрывать кубок во футбол. В общем, масса впечатлений? Да. Спасибо, что если будут такие мероприятия, в Висагиносе приехали. Здесь прикольно. А что прикольного? Можно кататься на катере, можно играться. Как вам праздник? Ну, нравится. Очень довольный. Вот, главное. Скажи, нравится тебе праздник? Да, нравится. Что больше всего нравится? Что папа мой работает на лестнице. На пожарной? На пожарной. И еще что на батутах. Прыгала и каталась на катере. Как настроение? Ну, хорошее. Первый день лета. Купальный сезон открывается. Как праздник? Интересный? Интересный достаточно. Оружие прикольное там? Да. Веселый праздник. Весело. Как настроение? Хорошее. Ну, поделись впечатлениями. Ну, мне очень нравится. Настроение очень бодро, особенно на Камаране. Покатались час, так как бы ноги немножко были, а потом как раз вовремя кашу подали. Супер. Вот сейчас сидим, наслаждаемся погодой. Очень прекрасно. Очень. Здорово, интересно все. Но для детей побольше нужно какие-то другие развлечения. Например? Постарше. Ну, что-то типа каната или что-то чехарды побегать, попрыгать им. А то они скучают немножко. Как настроение? Хорошее. Шикарно. Прекрасно. На ваш взгляд, удался праздник? Да. Очень хороший. Да, все хорошо. Больше всего понравились те машины. Ну, мне понравились, как там танцевали и пели. Тоже машины те. А ты рад, что лето наступило? Да. Как будешь лето проводить? Хорошее. А ты? Хорошее. Как праздник? Отлично, все отлично. Вы местный? Да, местный, с Агинаса. Ну, поделитесь впечатлением. Ну, отличная погода, все веселые люди, расслабляемся, играем в волейбол. Я очень доволен праздником, неожиданно для меня. Оказывается, это праздник сделан по проекту, вот. И очень рад, что у нас на 100% начал использоваться кемпинг. Если туда люди сейчас придут, посмотрят, то там все занято. Это очень хорошее начало открытия сезона. Пляжный волейбол, футбол, баскетбол, спортивные соревнования на пляже и на территории кемпинга проводились весь день. В общей сложности было разыграно 30 кубков и 30 комплектов медалей. В баскетбольном турнире приняли участие и представители Латвии, и команда из семи городов Литвы. В это время? В чём ровно constraints? Продолжение следует... Я очень рада. Мне очень рада. Мне очень рада, потому что эта команда не первую очередь, она была на нынешнем крепшине. Так что мы дожием, что Литову жили, что мы вернемся к крепшине, не только в Швенчоне, Сигнелина, Зарасай, Утена, Рагова, Панделис, Рокишки, но и из Вильния. Так что мы, в крепшине, все вместе! Спорт, зрелище, развлечение и творчество – все было в Висогиносе 1 июня, в день, когда в нашем городе отмечают не только Международный день защиты детей, но и еще один праздник. Хотела бы поздравить всех наших замечательных ребят, детей с праздником, дорогие! Пусть улыбается солнце чаще, пусть хорошее лето впереди ожидает вас, и чтобы у вас этот отдых был наполнен самыми большими и замечательными приключениями, чтобы можно было чтобы было что вспомнить 1 сентября. Ну, а дорогим родителям хочется пожелать, чтобы они никогда не забывали себя в том детстве, и тогда вы всегда поймете своих детей. Ну, а второй праздник для нас, для Дома Творчества, он, наверное, самый главный, потому что 1 июня 93-й год, когда был открыт Дом Творчества. Я считаю, что это самый главный подарок к нашим детям в Висагиносе к Дню защиты детей. И поэтому еще раз с большим, замечательным праздником, нашим самым главным праздником 1 июня, День защиты детей, праздник детства с праздником! Спасибо за просмотр! Игорь Негода Продолжение следует...